Сегодня большое внимание уделяется вопросам обеспечения выпускников первым рабочим местом. Мы, в отличие от других стран Содружества, сохранили традиции обязательного распределения бюджетников. Налажена системная работа с выпускниками медицинских университетов, в которые участвуют представители органов местной власти, потенциальные наниматели. Не менее важны мониторинг закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте. Они у нас примерно по прошлому году около 85%. То есть те, кто получили первое рабочее место после так называемой отработки, там остаются работать. Не случайно медицинские университеты, лидеры по распределению выпускников, в том числе и платные формы обучения. Не редкость, когда даже иностранцы желают остаться и лечить людей в нашей стране. Конечно, наиболее привлекательные места в столице и областных городах, но и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов. Каждый четвертый из них, 24,5%, сегодня нуждается в жилье. Министерству здравоохранения и местным органам власти нужно обратить особое внимание на модернизацию имеющихся общежитий, в том числе семейного типа. Строить новое современное жилье. Недопустимо селить молодых специалистов в ветхие дома и квартиры. Мы в правительстве разработаем программу о строительстве домов по типу, как недавно, может вы обратили внимание, мы построили для врачей в Боровлянах. Я не буду называть цену, это мизер. Поставлена задача в течение трех лет выработать программу и строить подобные дома для учителей, врачей, работников в социальной сфере и культуры, там, где это больше всего необходимо. Когда молодой человек получает такую квартиру, слушайте, никогда он ее не бросит и не поедет в дальние теплые края. Никогда. Чтобы начинающий врач остался на рабочем месте и после отработки распределения, важно также не только жилье, но и улучшение инфраструктуры районов. Не случайно в год малой родины мною поставлена конкретная задача развивать небольшие города и поселки по всем социально-экономическим направлениям для достижения высокого уровня жизни их населения.